Проповедь третья Текст Псалом 4.9 можно понимать либо образно, как отдых души, уверенной в милости Бога, либо буквально, как отдых тела под защитой его провидения. Мне нравится воспринимать Писание во всей его широте, и поэтому возможно и то, и другое толкование. Во-первых, псалмопевец, отдав предпочтение Божьей милости перед всяким иным благом, выбрав это и наделив себя этой долей, говорит о радости, исполнившей его, когда он видел многих, кто не может найти покоя, постоянно задавая себе бесплодный вопрос. Кто покажет нам благо? Псалом 4.7 Они изнуряют себя всякой суетой, а Давид чувствует себя совершенно спокойно, веря в себя Божественной благой воле. Яви нам свет лица Твоего, Господи, Псалом 4.7 Всякое благо, лишенное Божьей милости, не будет соответствовать цели, и для этого недостаточно одобрения мира. Луна и звезды, все костры и свечи мира не сделают дня без солнца, но солнце сделает день без любого из них. Таково мнение Давида, и все святые согласны с ним. Не найдя покоя, подобно голубю Ноя, в затопленном оскверненном мире он летит в ковчег. Это образ Христа. «Возвратись, душа моя, в покой Твой» Псалом 114.7 «К Твоему Ною, там настоящий мир» имя Ноя означает «покой». Если Бог явил свет Своего лица нам, то как Он наполняет нас святой радостью, так и этот свет наполняет наши сердца большей радостью, чем у тех, у кого умножается хлеб и вино» Псалом 4.8. Поэтому Он дает нам святой покой, и теперь я буду спокоен. «Господь мой Бог, и я доволен, я удовлетворен, я больше не ищу ничего, я не желаю большего, я живу в безопасности. Когда я хожу во свете Господнем, я не испытываю недостатка добра, также я не чувствую какого-либо недостатка в чем-либо. Поэтому я не боюсь зла и не боюсь какой-либо опасности. «Господь Бог для меня и солнце, и покров, солнце освящающее и утешающее меня, покров охраняющий и защищающий меня». Отсюда вы узнаете, что те, кто уверен в Божьей благосклонности, могут наслаждаться святым покоем и должны стремиться к безопасности души. Мы обладаем и тем, и другим через драгоценное обетование. «И делом правды будет мир, то есть совершение доброго дает удовлетворение, и плодом правосудия, спокойствие и безопасность вовеки, то есть спокойствие в добродетели и в безопасность от зла» Исайя 32, 17. А. Святое спокойствие – это один благословенный плод Божьей благосклонности. Теперь спокойно ложусь я и сплю. Когда Бог недоволен нами или мы сомневаемся в его расположении, как мы можем хоть сколько-нибудь нравиться себе? И пока вы обеспокоены этим, душа может быть только неудовлетворенной. Спорите ли вы с Богом? «Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим» Притча 6.4, пока не удалишь этот спор. Пойди, пойди к ногам и умоляй ближнего твоего о примирении. И когда ты восстановишь мир с ним и получишь утешительное свидетельство о том, что ты принятым, тогда говори мудро и справедливо то, что тот плодский человек говорил безрассудно и без основания. «Душа, покойся, ибо в Боге, в завете благодати, много добра лежит у тебя, на многие годы добра припаси новое для вечности». Смотрите Лука 12, 19. «Прощены ли твои грехи? Получаешь ли ты пользу от посредничества Христа? Принимает ли в нем Бог твои дела? Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердце вино твое» Экклесиаста 9.7. Пусть это повеление успокаивает всякую бурю и дает спокойствие твоей душе. Если мы состоим в завете с Богом, мы имеем достаточно и мы имеем все. И хотя милосердная душа желает больше стремиться к Богу, она никогда не стремится к большему, чем Бог. В нем она обретает совершенный покой и удовлетворение. «Если бы мы довольствовались только Его любящей добротой, то именно эта доброта могла бы вполне удовлетворить нас. И удовлетворить обильно, ибо ее достаточно, чтобы напоить утомленную душу и насытить всякую душу скорбящую» Иеремия 31.25. «И это насыщение исполняет алчущих благами, лучшими благами, и, будучи насыщенными, эти души должны успокоиться, успокоиться навечно, и их сон должен быть сладок». Б. «Святая безопасность» — это другой благословенный плод Божьего благоволения. «Ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности» — Псалом 4.9. «Когда свет Твоего лица освещает меня, я в безопасности, и я знаю, что я таков, и поэтому спокоен. «Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его» — Псалом 5.13. «Когда я пребываю под защитой Божественного благоволения, если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться» — Псалом 26.3. «Все, что Бог обещал мне, то я могу обещать себе, и этого достаточно, чтобы обезопасить меня и сохранить меня невредимым. Какие бы трудности и опасности я не встретил на своем пути, поэтому не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей» — Псалом 45.3. «Не убоимся никакого зла. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня» — Псалом 22.4. «Как имение богатого крепкий город его, и как высокая града в его воображении, так Бог для доброго человека» — Смотрите, притча 18, с 10 по 11 стих. «И будет содержитель Твоим золотом и блестящим серебром у Тебя» — Иов 22.25. Нет ничего более опасного, чем безопасность на греховном пути, когда люди, которые говорят себе «Мир, мир», но продолжают находиться под властью суеты и плотского разума. «Ой, если бы заставить грешников, которые спокойны, дрожать!» Нет ничего более безрассудного, чем безопасность, основанная на мирских обещаниях, ибо все они суета и ложь. Но для тех, кто решил не бояться никакого зла, нет ничего более разумного или более полезного, чем уповать с уверенностью на обетование доброго Бога. Они знают, что никакое зло не коснется их, никакое настоящее зло, только то, что будет содействовать им ко благу. Они знают, что пока они верны Богу, как своему царю, они находятся под Его охраной. Охраной всемогущего, которая дает им силы не считаться со всеми враждебными силами. Если Бог за нас, кто против нас? Даже язычники рассматривали эту безопасность как право и говорили, что если мир рассыплется на кусочки, то ему не нужно бояться потеряться в его обломках. Христиане имеют гораздо более веские причины крепко держаться за свою честность, чем претендовать на это право. Ибо кто или что сможет причинить нам вред, если мы будем последователями того, кто есть благо? В. Это привилегия добрых людей, что они могут быть настолько спокойны и удовлетворены. Это святое спокойствие и безопасность души даруются им. Бог разрешает им быть радостными. Более того, Бог обещал послать мир народу своему и избранным своим. Он наполнит их радостью и миром в вере. Его мир будет охранять их сердце и разум. Он охраняет их, успокаивает их. Более того, Писание говорит нам, как достигнуть этого обетованного спокойствия и безопасности. Библия написана для них, чтобы радость их была совершенна, и чтобы через терпение и утешение, которые дает Писание, они могли иметь надежду. Таинства установлены, чтобы быть источниками спасения, из которых они могут черпать воду с радостью. Служители рукополагаются, чтобы утешать их и споспешенствовать радости их. Настолько Бог желал показать наследникам обетование непреложной своей воли, чтобы они могли иметь твердое утешение. Евреям 6, 17, 18. Г. Это обязанность праведных людей. Стремиться к этой святой безопасности и спокойствию души и использовать средства, предписанные для достижения этого. Не давайте место лишающим спокойствия предложениям сатаны и тем мучительным сомнениям и страхам, которые возникают в вашей собственной душе. Учитесь быть спокойными, броните себя за свое недоверие, вменяйте себя в обязанность верить и надеяться на Бога, чтобы вы прославили Его. Если вы не знаете, что вам делать, поступайте так, как поступали попутчики апостола Павла. Бросьте якорь и ждите дня. Бедный, дрожащий христианин, ты сильно обуреваем и безутешен. Попытайся лечь в мире и уснуть. Успокойся, возьми себя в руки. Во имя того, кому повинуются ветры и моря, прихожите вашим бурным мыслям успокоиться, говоря, умолкни, перестань. Склоните вашу голову, как возлюбленный ученик Иисуса, на грудь Христа. Если же вы еще не обрели смелости таким образом прийти к Нему, тогда склонитесь у ног Господа Иисуса в полном подчинении и покорности, говоря, «Если я погибну, то погибну здесь». Полностью доверьтесь Ему, подчините себя Его действия и представьте себя в распоряжении того, кто знает, как говорить сердцу. Если вы еще не вошли в субботство, как говорит слово Евреям 4.9, в этот нынешний покой, который остается для народа Божьего, тем не менее рассматривайте его, как землю обетованную, и хотя бы и замедлило ждите его. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. Свет сияет на праведника, и то, что посеяно, взойдет снова в плоде радости. Во-вторых, псалмопевец, закончив дневные дела и, вероятно, устав от них, сейчас, как наступило время ложиться спать, дает хороший совет тем, кому он пожила спокойной ночь. Побеседовать со своим собственным сердцем и принести вечернюю жертву праведности. Псалом 4.5.6. И затем удаляется в свою почивальнюю с такими словами. Спокойно ложусь я и сплю. То, для чего я выбрал этот текст, заставляет меня понимать этот текст буквально. Как ученики поняли своего Господа, когда он сказал, Лазарь, друг наш, уснул. Иоанн 11.11.3. Итак, мы видим здесь благочестивые мысли Давида, когда он засыпает. Когда он пробуждается, он уже пребывает с Богом. И он также все еще с Богом, когда засыпает. И завершает день, как и начинает его, с размышления Бога и сладостного общения с ним. Может показаться, что Давид сочинил этот псалом, когда испытывал страдания и был преследуем своими врагами. Вероятно, он был сочнен и в связи с тем же случаем, что и предшествующий псалом, когда Давид убегал от своего сына Ависалома. Снаружи была борьба, и потому неудивительно, что внутри был страх. Тем не менее, он настолько доверяет Божьей защите, что ложится спать в свое обычное время и с обычным спокойствием и бодростью. Он спокоен, как и в другие времена. Он знает, что его враги не имеют власти над ним, кроме той, что дана им свыше. И им не будет дано иной власти, кроме той, которая находится под божественным контролем. Их власти не дано будет проявить себя настолько, чтобы причинить ему настоящее зло. Поэтому он и удаляется под покров Всевышнего и пребывает под сенью Всемогущего. И его мысли спокойны. То, что разобьет сердце мирского человека, не нарушит сна благочестивого человека. Пусть они делают самое плохое, говорит Давид. Спокойно ложусь я и сплю. Воля Господня будет исполнена. Теперь обратите внимание на следующие аспекты. А. Уверенность Давида в Боге. Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. То есть, не только охраняешь меня, но и даешь мне знать, что я в безопасности. Даешь мне жить в безопасности с большей уверенностью. Здесь используется то же слово, что и в тексте. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно. Притча 10.9. Такой человек идет смело своим путем. И поэтому Давид смело идет спать. Он не поступает беспечно, как житель Лаиса. Судьи 18.7. Но живет спокойно в Боге, как сыновья Сиона, города в праздничных собраниях. И глаза его видят жилище мирное. Смотрите, Исайя 33.20. Есть одно слово в тексте Псалма 4, которое достойно внимания. Ибо ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Некоторые считают, что слово «един» относится к Давиду. И тогда этот текст следует понимать так. Даже тогда, когда я один, и со мной нет моих личных советников, чтобы дать мне совет. Со мной нет никого из моих телохранителей, чтобы сражаться за меня. Тем не менее, я не боюсь, пока Бог со мной. И Иисус Христос также утешал себя этим, когда все ученики покинули Его и оставили одного. Тем не менее, Он не был один, ибо Отец был с Ним. Некоторые слабые люди боятся оставаться одни, особенно в темноте. Но твердая вера в присутствие Божье с нами, во всяком месте Его охрану, под которой находятся люди, заставит замолчать эти страхи, и нам будет стыдно за них. Более того, то, что мы являемся особенным народом, который Господь отделил для Себя, Псалом 4.4, будет нашей защитой. Здравая исключительность будет нашей безопасностью и покоем, как была неповторимость Ноя в Древнем мире. Израиль – это народ, который живет отдельно, и между народами не числится, числа 23.9, и поэтому может смеяться над их угрозами. Израиль живет безопасно один. Второй законе 33.28. Чем больше мы живем одни, тем более безопасно мы живем. Но это слово «один» относится к Богу. Ты, Един, даешь мне жить в безопасности. То есть, только ты делаешь это. Бог, защищая свой народ, не нуждается ни в чьей помощи. Хотя иногда Он использует разные орудия, но земля помогла жене. Откровение 12.6. Тем не менее, Он может обойтись и без них, даже, когда и все укрытия разрушены, Его собственная рука спасает. Так Господь один водил Его, и не было с Ним чужого Бога. Второзаконие 32.12. Таким образом, этими словами Давид как бы говорит, «Я завишу только от Тебя, поэтому я спокоен и уверен, что нахожусь в безопасности. Не потому, что большинство на моей стороне, но потому, что всесильный Господь на моей стороне. Ты, Господи, Един, даешь мне жить в безопасности». Вы можете посмотреть назад или вперед, или скорее туда и сюда. «Ты даешь мне жить в безопасности весь день, так что солнце не поражает меня днем». Это слово благодарности Давида за Господнюю милость, которую он получил. «Ты даешь мне жить в безопасности всю ночь, так что и луна не поразит меня ночью». Эти слова выражают его зависимость от будущих милостей Бога. И все это должно сочетаться. Поэтому и наши глаза должны взирать на Бога, который всегда тот же, который был и есть и грядет, который освободил и освобождает и освободит. Б. «Спокойно ложусь я и сплю». Здесь берет начало его самообладание. Иначе говорят, те люди, у которых умножается хлеб и вино, у которых изобилие богатства и удовольствия, ложатся и спят спокойно, как воос после сбора урожая зерна. «Смотрите, Руфь, 3,7». «Но хотя у меня нет того, что есть у них, я могу спокойно ложиться и спать, как и они. Я не только ложусь, как тот, кто желает быть спокойным, но буду спать, как тот, кто по-настоящему таков». Которые считают, что эти слова означают, что Давид уснул сразу же после того, как он лег. «Настолько уставшим он был от работы того дня и настолько свободным от тех тревожных мыслей, которые не давали бы ему уснуть». Это те слова, которые мы должны вложить в свои уста, которым мы должны успокаивать себя, когда ложимся спать ночью, чтобы отдохнуть. И нам следует заботиться о том, чтобы весь день вести себя так, особенно когда день приближается к ночи, чтобы мы могли быть приготовлены и не лишались расположения духа для нашего вечернего поклонения. Чтобы наше сердце не было перегружено либо, с одной стороны, перееданием и выпивкой, как часто происходит с людьми, любящими наслаждение, либо, с другой стороны, с заботами житейскими, как часто происходит с деловыми людьми. Но чтобы мы так распоряжались и своими мыслями, и своим временем, чтобы мы хорошо завершили свои дневные дела, и это будет важной частью хорошего завершения нашей жизненной работы. Ибо все то хорошо на самом деле, что завершается вечным хорошо. Библейский принцип. Как мы должны начинать день с Богом и надеяться на Него весь день, так же мы должны стремиться и завершать его с Ним. Мне не удается лучше объяснить вам, как выполнить эту обязанность, завершать день с Богом и в возвышенном расположении Духа, чем, порекомендовав вам пример Давида, рассмотреть по порядку особенности этого текста. Первое. Давайте ложиться спать, когда наступает время для этого. Наше тело нуждается в отдыхе так же, как и в пище. Человек идет на свою работу, решает там разные вопросы, связанные с ней, но это только до вечера, а затем наступает время, когда пора отдыхать. Мы читаем о Иевосфее, который лег спать в полдень, но в постели его встретила смерть. Второй царств. 4, 5, 7. И о самом Давиде, который встал с постели под вечер, и грех, который хуже смерти, встретил его. Второе царств. 11 глава. Мы должны совершать работу того, кто послал нас, пока длится день. У нас будет достаточно времени отдохнуть, когда придет ночь, и ни один человек не сможет работать. И тогда это будет правильно и своевременно. Нам обещано, что в домах будут вечером отдыхать. Сафония 2, 7. Это обетование мы должны исполнять. Отдыхать во время, назначенное для отдыха, и не превращать день в ночь и ночь в день, как многие делают на основании какого-то неверного мнения или еще чего-нибудь. Во-первых, некоторые засиживаются допоздна, чтобы причинить вред своим соседям, убить, ограбить и разрушить. В темноте подкапываются под домы, которые днем они заметили для себя. Иов 24, 16. Давид жаутся на своих врагов, которые вечером ходят вокруг города. Псалом 58, 7. Делающие зло ненавидят свет. Иуда, предатель, с толпой людей, искал своего господина именно ночью. И это усиливает нечестие нечестивых, когда они так стараются замыслить злой план. И их сердца настолько переполнены этим, что они не заснут, если не сделают зла. Притча 4, 16. И это позор для тех, кто исповедует, что их дело совершает добро. Они не могут обрести в своих сердцах умиротворение, которое могло бы остановить их в погоне за миром. Они говорят, пока другие засиживаются допоздна в поисках возможности причинить зло, я лягу и буду спокоен, и не причиню никому вреда. Во-вторых, иные засиживаются допоздна в погоне за миром и его богатством. Они не только встают рано, но и просиживают до глубокой ночи, планируя свои алчные дела. Псалом 126, 2. Либо для того, чтобы побольше заработать или сэкономить, отказывают себе в самом необходимом сне. Такой их путь – безумие. Ибо из-за этого они лишают себя сладостного наслаждения тем, что они имеют, что является целью под видом заботы и усилий приобрести больше, что только является средством. Соломон говорит о тех, кто ни днем, ни ночью не знает сна. Клисиаста 8, 16. Такие люди становятся совершенными рабами своего богатства, выполняя тяжелую работу. Богатство – это самый жестокий надсмотрщик, и таким образом они делают то, что само по себе суета. И для них томление духа, ибо они трудятся и мучают себя напрасно. Аввакума 2, 13. И настолько несчастны из-за своих оков, что отказывают себе не только в духовном отдыхе, который дарует им Бог, Бог благодати, но и в естественном отдыхе, который дарует Бог, как Бог творец. Таковы неверные грешники. Они поступают со своим телом так же, как и со своей душой. Давайте поймем, что это безумие, и никогда не будем так трудиться ради того, что погибнет, и того изобилия богача, который не дает ему спать. Напротив, давайте трудиться ради того, что не погибнет, и в вечной жизни той благодати, которая есть залог славы, того изобилия, которое сделает сон сладостным для себя. В-третьих, иные поздно ложатся, потакаясь своим удовольствием. Они не могут оставить их в должное время, потому что в их сердце нет того, что помогло бы им оставить их тщетный спорт и игры, их музыку, танцы и пьесы, их карты, игры в кости, или что еще хуже, свою необузданность и присыщенность, ибо упивающиеся упиваются ночью. 1 Фессалникицам 5.7 Достаточно плохо, когда эти наслаждения испорченной плоти, или, по крайней мере, тщеславного разума, пожирают весь вечер и потом завладевают всей душой, поступающей бессмысленно, так что не остается ни времени, ни сердца для вечернего поклонения либо в уединенном месте, либо в семье. Гораздо хуже, когда такие развлечения длятся до глубокой ночи. Гораздо хуже, когда такие развлечения длятся до глубокой ночи, ибо тогда, конечно же, они посягают на последующее утро и крадут время, которое должно быть также посвящено религиозной практике. Те, которые сознательно делают свой выбор и с таким наслаждением просвиживают, я не знаю до какого времени, ночью, чтобы сделать из нее, как они говорят, веселую ночь, чтобы провести свое время в разврате, в глупых разговорах и шутках, которые непристойны, посчитали бы, что с ними грубо обошлись, если бы им пришлось задержаться на полчаса дольше обычного времени, когда они ложатся спать, чтобы совершить какие-нибудь хорошие дела. И назвали бы самого благословенного Павла, многоречивым проповедником, и осудили бы его как очень неблагоразумного, когда однажды, по определенному случаю, он продолжил слово до полуночи. Деяние 27. И как не хотелось бы им оказаться с Давидом в полночь, чтобы встать и поблагодарить Бога, или и с Иисусом Христом, чтобы провести всю ночь в молитве к Богу. Пусть нечестивые привязанности, которые выплескиваются таким образом и нарушают закон, будут умершвлены, а не удовлетворены. Если бы позволяющие себе такие вольности беспристрастно размышляли, то не могли бы не согласиться с тем, что это мешает им, и что не наносят вред душе, и поэтому от них следует отказаться ради своего собственного блага. Одним из правил хорошего завершения дня является соблюдение правильного режима, ибо все прекрасно в свое время. Я слышал древнюю поговорку, и осмелюсь повторить ее сейчас. Кто рано встает, тому Бог дает. Теперь мы примем как должное, что если не какое-либо срочное дело, или дело милосердия, или что-то очень важное задерживает вас вдольше вашего обычного времени, то вы готовы лечь спать. И давайте ложиться спать с благодарностью Богу и с мыслями о смерти, с покаянными размышлениями о грехе дня, и со смиренными мольбами о милости ночи. В-четвертых, давайте ложиться спать с благодарностью Богу. Когда мы уходим в нашу спальню или комнату для отдыха, мы должны вознести свое сердце к Богу, Богу наших милостей, и сделать Его Богом наших восхвалений, когда бы мы не ложились спать. Я уверен, что у нас нет недостатка в том, за что мы можем вознести хвалу, если у нас только есть сердце. Поэтому давайте обращаться к этой приятной обязанности, совершение которой является и нашей платой. Вечерняя жертва приношения должна быть приношением хвалы. А. У нас есть причина быть благодарными за многие милости прошедшего дня, на которые мы должны обратить особое внимание и сказать, «Благословен Господь всякий день». Обратите внимание на постоянный ряд милостей, которые не были прерваны или нарушены на протяжении дня. Заметьте конкретные примеры милости, которыми были отмечены некоторые дни, благодаря которым эти дни стали примечательными. Это Он даровал нам жизнь и благосклонность. Это Его посещение сохраняет наш дух. Подумайте, от скольких многих бедствий Он хранит нас каждый день. Бедствий, которым мы реально подвержены и вероятных и неизбежных опасностей. Тех бедствий, которых мы не осознавали. Многих бедствий, которых мы заслужили и тяжело воздыхаем. Все наши кости имеют причину сказать, «Господи, кто подобен Тебе?» Ибо именно Бог сохраняет все наши кости, и ни одна из них не поломана. Именно по Его милости мы не истреблены. Подумайте о том, сколько многими утешениями мы окружены каждый день, всеми теми, которыми мы обязаны обилию божественного провидения. Каждый кусочек, который мы съедаем, и каждый вздох, который мы делаем, это Его милость. Всякая радость, которую мы испытываем от согласия и любви в наших отношениях, и в обществе, и со своими друзьями, всякий успех, который мы имеем в нашем служении и в нашей работе, и удовольствие, которое мы получаем от них, всякую радость, которую имеет Завулон в путях своих и Иссахар в своих шатрах, это то, что мы должны принимать с благодарностью, восхваляя Бога. До сих пор вряд ли был такой день, который проходил без каких-либо неприятных случаев. Что-то да огорчало и расстраивало нас, и если это было, то, тем не менее, это не должно быть причиной не хвалить Бога. Как бы там ни было, Бог благ, и это наша обязанность за все благодарить и благословлять имя Господа. И когда Он забирает, и когда Он дает, ибо наших бед совсем немного, и они тысячу раз заслужены, а Его милости много, и они тысячу раз не заслужены. Б. Мы должны быть благодарными за вечерние тени, которые говорят нам, что пора ложиться спать. Та же самая мудрость, сила и благость, которые создают утро, создают и вечер, чтобы мы возрадовались. Это должно сделать нас благодарными за сгущение сумерек вокруг нас для нашего отдыха, так же, как и за утро над нами. Когда Бог разделил свет и тьму, последовательно выделив каждому из них свое время, Он увидел, что это хорошо. В мире перемен и смешения всего нет ничего более правильного. Поэтому давайте благодарить того Бога, который творит свет и создает тьму. И поверьте, что как в круговороте времени, так и в круговороте событий и времен, тьма бедствий может быть нужна нам в свое время, как и свет благоденствия. Если наемник ждет вечерней прохлады, пусть он будет благодарен, когда она наступит, за то, что бремя и жара дня не бесконечны. В. У нас есть причина быть благодарными за спокойное жилище, где мы можем отдохнуть, за то, что мы не изгнаны из сообщества людей, как Навуходоносор, который спал со зверями в поле. Хотя мы и были рождены подобно дикому осленку, Евт 11-12, тем не менее, мы не живем вместе с дикой ослицей в пустыне. И пустынная и бесплодная земля не являются местом нашего проживания. Нам не надо бродить в пустыне и горах, скрываться в норах и пещерах, как были вынуждены делать это многие из божьих последователей, которых весь мир не был достоин. Но добрый пастырь покоит нас на злачных пажетях. И у нас не такая постель, как у Якова, холодная земля и камень вместо подушки, а такая, которой как-то другой был бы доволен, потому что он может только мечтать об этом. Г. У нас есть причина быть благодарными, что нас не заставляют сидеть, что наш Господь не только дает нам возможность лечь, но повелевает, чтобы ничто не препятствовал нашему сну. Многие ложатся в постель, но не могут лежать там из-за мучительной и продолжительной болезни. Лежа они задыхаются. Наше тело устроено таким же образом, и это Господня милость, что мы не поражены такой болезнью. Многие не могут спать от того, что кто-то болеет в их семье. Дети нездоровые, нужно ухаживать за ними. Если Бог забирает болезнь из нашей среды и прячет ее подальше, что никакое бедствие не приближается к нашему жилищу. Если у нас многочисленная семья, и в ней все здоровы, это милость, за которую мы обязаны быть очень благодарными, и которую должны ценить, помня о размерах бедствия, которые приносят болезнь. Многие не могут спать из-за страха пред врагами, солдатами, ворами. Хозяин дома бодрствует, чтобы его дом не подкопали. Но наш сон не прерывается тревогами войны. Мы не слышим шума стрельбы в местах отдыха. Поэтому нам следует повторять. Праведны дела Господа. Его дела праведны даже по отношению к жителям его деревень в Израиле, которые под его защитой находятся в такой же безопасности, как укрепленные города с воротами и запорами. Когда мы ложимся спать, давайте благодарить Бога, что мы можем лечь. Пятых. Давайте ложиться спать с мыслями о смерти и о той великой перемене, которая ожидает нас после смерти. Завершение каждого дня должно напоминать нам о завершении всех наших дней. Когда наступает ночь, наша длинная ночь, которая даст нам передышку в нашем труде и которая позволит честному труженику полудить отдых и свою плату. Нам полезно часто думать о смерти. Думать о ней так часто, как часто мы ложимся спать. Это поможет умертвить испорченность нашего собственного сердца, которое является нашим ежедневным бременем, что вооружит нас против искушения мира, против ловушек, в которые мы ежедневно попадаем. Это отучит нас от ежедневных услад и позволит нам легче переносить наши ежедневные тяготы и усталость. Нам полезно часто думать о смерти, думать о ней как бы об уходе ко сну, чтобы благодаря частому размышлению о ней и размышляя именно таким образом, мы могли преодолеть страх ее. А. В смерти мы удалимся на покой. Как мы это делаем, когда идем спать? Мы идем, чтобы побыть наедине какое-то время, пока не произойдет всеобщее воскресенье, великий день. Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудется, не воспрянет от сна своего. Иова 14.12. Как мы идем за границу, на людей посмотреть и себя показать? Так некоторые проводят свой день и проводят свою жизнь, не имея никакой высшей цели. Но когда приходит смерть, наступает конец и тому и другому, не увижу больше человека между живущими в мире. Исайя 38.11. И. Не увидит меня око видевшего меня. Иова 7.8. Умереть – значит пожелать спокойной ночи всем нашим друзьям, сделать паузу в нашем общении с ними. Мы прощаемся с ними, но, да будет благословен Бог, это не вечное прощание. Мы надеемся встретиться снова с ними в утро воскресенья и больше не расставаться. Б. В смерти мы снимаем наше тело, как снимаем одежду, когда ложимся спать. Душа – это человек, тело – только одежда. И в смерти мы будем раздеты, земной наш дом, эта хижина будет разрушена, одежда, тело будет отложено в сторону. Смерть раздевает нас и отправляет обнаженными из этого мира, какими мы и пришли в него. Снимает с души все маски, в которых мы и появлялись перед людьми, чтобы душа могла обнаженно явиться и открыться пред Богом. Наша могильная одежда – это ночная одежда. Когда мы устаем и нам жарко, наша одежда становится бременем. И мы страстно желаем сбросить ее. И нам тяжело, пока мы не разденемся. Таким же образом мы, находясь в этой хижине, вздыхаем под тяжестью бремени. Но когда смерть освободит душу от груза и от пребывания в теле, которое препятствует нашему отдыху в духовном покое, насколько приятно это будет. Тогда давайте будем думать о снятии тела в могиле с таким же удовольствием, с каким мы думаем о снятии одежды на ночь. Отпустите его так же легко, как снимаете свою одежду. И утешайте себя той мыслью, что хотя мы и раздеваемся в смерти, если мы облачимся во Христа и в Его благодать, мы не будем обнаженными, но облачимся в бессмертии. У нас есть новая одежда, которая готова, чтобы надеть ее на следующее утро. Приготовленное Богом славное тело, подобное телу Христа, вместо грешного тела, подобного телу животных. В. В смерти мы ляжем в могилу, как наше тело ляжет в прах. Иова 20.11. Для тех, кто умирает во грехе, не раскаившись, могила – это подземная темница. Беззаконие в костях их, ложа с ними, делают могилу такой. Для тех же, которые умирают во Христе, для тех, которые умирают в вере, это ложа, ложа покоя, на котором не ворочаются туда-сюда до самого утра, как иногда происходит на самых удобных кроватях, которые есть у нас в мире. Ложа, где нет опасности, испугается во сне и ужаснется от видения ночи. На том ложе не преследует болезнь и не болят кости. Это привилегия тех, которые, пока они жили, ходили прямым путем. Когда они умирают, то отходят к миру и будут покоиться на ложах своих. Исаия 57.2. Святой Иов учешается этим в агонии, когда он вскоре устроит свои ложи во тьме и будет покоиться там. Это ложа, ложа роз. Это ложа ароматов для всех верующих всех времен, с тех пор, как в него сошел тот, то есть нарцисс Саронский, Лилия Долин. Говорите тогда о вашей могиле, как вы говорите о своей постели ночью, что уставший покоится там. Следующим за этим учешением, что вы не только будете отдыхать там, но вскоре оттуда восстанете, вы будете обильно подкреплены, вы будете призваны встретить возлюбленного своей души и быть навечно с ним. Вы воскреснете в день, который не обновит ваших забот, как это делает каждый день на земле, но подарит вам чистую и вечную радость. Насколько спокойно мы можем лечь спать ночью, если такие мысли ложатся вместе с нами? И насколько спокойно мы можем уснуть в смерти, если мы приучили себя к таким мыслям, как эти? В-шестых, давайте ложиться спать с покаянными размышлениями о грехах прошедшего дня. Прославлять Бога и радоваться в Нем. Это такое приятное дело и настолько является делом ангелов, что как жаль, что нам нужно делать еще что-то другое. Но истина состоит в том, что из-за собственной безрассудности мы вынуждены совершать иную работу для себя, которая не так приятна, но абсолютно необходима. Это покаяние. Хотя мы ночью чешаем себя Божьей благостью, тем не менее, к этому должна примешиваться скорбь о нашей убогости. И то, и другое должны иметь свое место в нас, и они будут очень хорошо гармонировать, ибо мы должны видеть свои дела перед собой. А. Мы должны быть убеждены в том, что мы все еще согрешаем. Мы унаследовали греховную природу, которая есть корень, произращающий яд и полы. И все, что мы говорим или делаем, приобретает горечь от нее. Во многих вещах мы все грешим до такой степени, что нет праведного на земле, который бы делал добро и не грешил. Мы находимся в растленном мире и не можем сохранить себя в нем совершенно незапятнанными. Если мы говорим, что не имеем греха, или что мы прожили день и не согрешили, то мы обманываем самих себя. Ибо если мы знаем истину о себе, то мы увидим причину, чтобы воскликнуть. Кто может понять свои ошибки? Очисти нас от наших тайных промахов, от грехов, которые мы сами не осознаем. Мы должны так стремиться к безгрешному совершенству, как если бы мы могли достичь его. Но в итоге мы должны признать, что нам недостает его. Мы еще не приобрели его и еще не являемся совершенными. Мы обнаружим, что через постоянный горький опыт наверняка каждый день мы согрешаем достаточно, чтобы становиться на колени ночью. Б. Мы должны исследовать свою совесть, чтобы мы могли обнаружить свои конкретные грехи прошедшего дня. Давайте каждую ночь исследовать и испытывать наши пути, наши мысли, слова и действия, сравнивать их с заповедями слова, смотреть на свое лицо в его зеркало, чтобы мы могли увидеть свои пятна и искренне признать их наличие. Хорошо, если мы зададим себе следующие вопросы. Что мы сделали в этот день? Что мы сделали неверного? Какими обязанностями мы пренебрегли? Какой неверный шаг мы сделали? Как мы вели себя на работе в нашей речи? Исполнили ли мы свои обязанности в отношении наших ближних? Смирялись ли с волей Божьей во всем, что посылало его проведение? Часто делая это, мы будем углублять наше знакомство с самими собой, и это, как ничто другое, будет способствовать процветанию нашей души. В. Мы должны обновить свое покаяние во всем, что мы нашли греховного в себе. Что было сказано или сделано ошибочно нами? Мы должны сожалеть об этом, горько оплакивать это, стыдиться этого и воздавать славу Богу тем, что совершаем исповедание. Если оказывается, что в чем-то мы согрешили, это нужно особенно оплакивать. Постоянно мы должны умерщвлять свои грехи ежедневной немощи, о которых нельзя думать поверхностно, потому что они ежедневно возвращаются, но должно стыдиться их и того источника, который выбрасывает эти воды. Хорошо сразу же обновлять свое покаяние до того, как сердце ожесточится обманчивостью греха. Опасно откладывать это. Свежие раны можно быстрее вылечить, если приняться за них вовремя. Но если они смердят, гноятся, как сетует псалмопевец Псалом 37.6, это наша вина и безумие. Это наша вина и безумие, и лечение будет трудным. Хотя из-за слабости плоти мы впадаем в грех ежедневно, но если мы поднимаемся вновь после ночного обновления покаяния, мы не являемся и не должны считать себя совершенно опустившимися. Грех, который смиряет нас, не должен разрушить нас. Г. Мы постоянно должны приходить ко Христу, чтобы получить прощение наших грехов в Его крови и милостиво принять Его прощение. Мы не должны думать, что мы нуждаемся во Христе только во время первого обращения к Богу. Более того, мы имеем ежедневную нужду в Нем, как нашим ходатай пред Отцом. И поэтому в этой роли Он всегда предстает пред Отцом за нас и уделяет внимание именно этому. Наши грехи ежедневной немощи были бы нашей гибелью, если бы Он не искупил их и не продолжал ходатайствовать за нас. Тот, кто омыт, все еще нуждается в том, чтобы смывать грязь со своих стоп, с которой он сталкивается на каждом шагу. И благословен Бог, что есть источник, который всегда открыт для нас, чтобы в Нем умываться. Субтитры создавал DimaTorzok